Подобные мероприятия проводятся с целью развития инвалидного спорта и пропаганды здорового образа жизни, а также повышения мастерства и определения сильнейших для участия в республиканских чемпионатах. На открытии почетные гости поприветствовали спортсменов и пожелали им удачных выступлений. Наша в городе работа, она будет продолжена. И сегодня, к вашему сведению, подписано соглашение между Министерством спорта Республики Машкортостан и городом Кумертау по развитию базовых видов спорта. Определено три вида спорта базовых, задача которых тренеров, работающих в этой области, подготовить спортсменов к уровню сборной республики и в дальнейшем в уровне Приволжского округа и сборной России. Для города Кумертау это бокс, дзюдо и, что немаловажно, третий вид – это лыжные гонки и биатлон для лиц с повреждением опорно-двигательного аппарата. Соревнования организованы Центром спортивной подготовки «Вымпел» и Городским обществом инвалидов. Проводится 13-й год подряд. Участие приняли спортсмены-инвалиды из Куюргазинского, Кугарчинского и Зеянчуринского районов, а также из городов Кумертау и Мелиус. Очень довольна, что участвует в такой праздник. Вот второй год я еду к Кумертау приехала. И вообще участвую три года. Три медали имею. Очень рада, что наших таких людей организованно везут. Везде рады. И жить хорошо, и жизнь прекрасна. Участники соревновались в пяти различных видах спорта – прыжках в длину, метании копья, толкании ядра, дартс и беге на 100 и 200 метров. Также спортсмены-колясочники состязались в проезде на время 100-метровой дистанции. Анатолий Кошеленко более шести лет участвует в региональных и республиканских соревнованиях среди инвалидов и успешно занимает призовые места. Здесь делается, что мы инвалиды. В чем мы можем, какие качества проявить, спортивные достижения. Чтобы это проявить, надо очень много преодолеть. Но мы стараемся. Дружно все это проходит у нас, коллективно, организованно. В чем можем, то и делаем. В этом году участие в мероприятии приняли 50 спортсменов-инвалидов. По словам главного судьи, они всегда заинтересованы. С удовольствием приезжают на соревнования из других населенных пунктов. А уезжают с хорошими впечатлениями, благодарят организаторов, улучшают свои спортивные показатели и результаты. В целом, я судила детей. Я могу сказать, что у детей видно, что и тренера занимались уровень по сравнению с тем годом, нынче выше.